Ну, смотрите, вот для того, чтобы люди поверили и Запад поверил, постоянно ведь в России существовала такая тенденция продемонстрировать вот этот плюрализм, то, что разные политики могут с разными взглядами и позициями могут как бы вот идти на выбор. Понятное дело, что эту оппозицию, так называемую, ручную, ее готовили, вот она подконтрольна. Скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, во время этих выборов тут же уже вбрасывается в информпространство кандидатура Явлинского, как такого представителя либералов, который как бы будет оппонировать Путину. Тут могут быть какие-то сюрпризы или нет? И будет ли рисковать Кремль выдвигать какого-то оппонента, чтобы продемонстрировать вот хотя бы видимость вот этого плюрализма, так называемого? Как это давно было сказано, нам нужны подобрее щедрены и такие гоголи, чтобы нас не трогали. Вот они вот ровно это будут делать. Я думаю, что они еще не решили до конца, будет ли они отправляться кого-то с либерального фланга, антивоенного фланга, потому что, ну, тут есть свои плюсы, свои минусы. Но те, кого они допустят, они допустят только тех, про кого они точно знают, что человек не выйдет со флажки. Вот что, о чем все договорились, вот он будет свято исполнять. Это должен быть человек достаточно трусливый и запуганный такой, да, раз. А во-вторых, это должен быть человек, который держит за какие-нибудь места, чтобы если он сделает шаг в сторону, чтобы мы могли сделать очень больно. Вот. А что касается Георгия Сергеевича Явлинского, ну, он, в общем, умный и так далее человек, но он, знаете, есть у нас карикатурка одна очень смешная, как Владимир Владимирович открывает дверь кладовки, на ней написаны реквизиты к выборам, и когда открывает, там в кладовке сидит Явлинский. Вот, так что нет. Вы вот интересную фразу сказали, если люди не поверят в результаты выборов. Да. И что будет? То есть, возможно, повторение каких-то протестов, если да, то будет ли какой-то вот единый предводитель этих протестов? Вокруг чего будет вот это сплочение, и во что будет выливаться это негодование? Оль, это совершенно неправильно считать, что должен быть предваритель, и тогда будут протесты. Сначала нет. Сначала появляются протесты, а потом появляется предводитель. Понимаете, вот это всегда так происходит, на самом деле, в любой стране, не только у нас. Абсолютно. Вот, там, Лех Валянца появился на фоне глубокого недовольства и готовности польского народа свергнуть коммунистический режим. Вот, вот на этом фоне появился Лех Валянца. Не потому, что Лех Валянца, он из-за того, что Мартин Лютер Кинг появился на фоне возлющения, недовольства чернокожих граждан Соединенных Штатов на юге, наглым, совершенно наглым апартейтом, наглодискриминацией там и так далее, да? Это неприемлемый для 20-го столетия, скамейки только для белых, а только для черных. Ужас такой вообще, это дикс какая-то. Вот, вот он появился на базе этого недовольства. Вот, теперь насчет протестов. Протестов не будет, потому что протесты будут расстреляны из пулеметов. Значит, последний протест в Советском Союзе был в 63-м году, до распада Советского Союза. В 63-м году в Новочеркасске, где люди вышли с портретами и расстреляли без сомнений. В Китае на площади, мы, наши старшие китайские товарищи, намотали людей на гусеницы танков. Просто вот вся площадь была в кусках человеческих тел, в крови там и так далее. То же самое будет сейчас у нас, если будут протесты. Поэтому протестов не будет. Протестов против таких режимов не бывает вообще. Их, кстати говоря, даже в вашей героической стране, значит, когда Сталин подавил сопротивление, вооруженное сопротивление на Западе вашей страны после войны, да, после этого никаких протестов у вас не было. Были диссиденты, были герои, отдельные герои. Они были у вас и у нас, и это они всегда бывают. Вот всегда есть святые люди. Но массовых протестов не было. Почему не было? Потому что вам смелости не хватало? Нет. На что смелости вы все доказали. А потому что этот протест был безнадежен. Его бы расстреляли. То же самое у нас. Но, но, если люди не поверят, и вот это колебание, поколебленная легитимность может подтолкнуть его ближайшее окружение к табакерке. Это возможно. А ближайшее окружение еще не готово, правильно? Таким радикальным. Я считаю, ближайшее окружение предельно недовольно. Но за исключением, может быть, двух-трех выгодоприобретателей этой войны или просто сумасшедших. Но, понимаете, для недовольных людей идет всегда баланс. Что опаснее? Сохранение лоярности или отказ от лоярности? Вот они вот колеблются. Я думаю, что триггером для всех этих процессов будут успехи на фронте. Ваши успехи на фронте. Поэтому мы желаем успеха вашим вооруженным силам. Не только из искренней совершенно симпатии и солидарности с вами, как жертвой агрессии и так далее. Но и из своих, так сказать, своих интересов. Потому что, например, я совершенно уверен, что режим не переживет. Ну, то есть, мало говоря, что он переживет, допустим, освобождение Крыма. Поэтому дай бог, еще раз дай бог удачи вашим солдатам. Леонид Яковлевич, вспоминая вот наш с вами разговор годичной давности, достаточно популярный и тогда, и сейчас была тема здоровья Путина, версии, которую, значит, озвучивал профессор Соловей. Сейчас, собственно говоря, он продолжает и придерживается мнения. Была озвучена версия о том, что сейчас двойники управляют. Да, вот те, кого мы видим, это двойники, а Россия управляет сейчас Патрушев. Ну, вот по странному стечению обстоятельств Патрушев как-то вот за последнее время достаточно часто начал публично вот что-то высказывать. Он как-то усилил свои позиции или вот какова ему сейчас роль? Потому что вот там, знаете, версиями профессора Соловья как-то вот это начало совпадать. Слушайте, знаете, есть такое выражение, метеорологи отшибаются только в сроках. Вот если вы будете говорить, что будет дождь, рано или поздно он будет. Если вы говорите, что Путин умрет, рано или поздно он умрет. Конечно, он умрет, все умрем. Вот, так что это глупость полная. Нет, ну вообще, понимаете, ну как-то обсуждать профессора Соловья и то же самое обсуждать Кашпировского или Чумака. Помните, были два-три орла, которые там воду заряжали, там еще чего-то такое. Какая-то женщина по телевизору заметила Кашпировского, я помню, было такое замечательное сообщение. Ну и так далее. Вот. Знаете, ну всегда есть жулики про кинзей, шерлатаны, которые становятся популярны. Потому что, кому-то хочется спокойствия, хочется услышать, что они будут здоровы, что все будет хорошо, что тиран умрет. Там и так далее. Это совершенно не серьезно, что. Вот. И двойники России не правят. Ну это чушь собачья. Слушайте, ну вы подумайте, я сделал двойника, которого вы не узнаете при близким общении. Понимаете, вот это невозможно. Можно сделать двойника, которого посадить там, я не знаю, в его кортеж, чтобы он сидел в машине и кто-то думал, что он у меня и бил по этой машине. Но если он там встречается с, не знаю, с Эрдоганом, если он даже своим народом встречается, пусть даже это подобранные люди и так далее, они же увидят, что это не он. И пойдет слух, понимаете. Ну это совершенно невозможно. Что касается Михаила Платоныча Патрушева, не надо переоценивать степень управляемости системы. Понимаете, в чем дело. Значит, нет такого, что Николай Платоныч должен позвонить Питину и сказать, Владимир Владимирович, а Володя как-то обращается. Можно я тут статью опубликую? Ну нет такого, понимаете. Вот он ее опубликует. Если она Путину не нравится, он может ему там раздать кнопочку и сказать, Коль, ну что ты вообще, не надо вот так вот, да. Ты как-нибудь тщательнее. Вот, но скорее это динамика его внутренняя какая-нибудь, понимаете. Вот ему вдруг захотелось. У них есть степень свободы у этих начальников. Ну, конечно, Николай Платоныч один из ближайших людей. Я думаю, Николай Платоныч один из тех немногих, которые действительно верят в ту ахинею, которую они произносят. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok